всем привет и будьте здоровы в этом видеоклипе вы увидите дальнейшее улучшение 3d принтера которые необходимо было сделать для того чтобы печатать другим пластиком а именно ptg изначально я работал с пластиком пла он менее требовательным к условиям печати для этого поменял хотенд сделал держатель для него и для катушек с филаментом хотенд типа циклоп который был поставлен но изначально имеет недостаток он протекает в местах винтовых соединений к тому же печать пластиком было меня стали получаться неплохие результаты теперь нужно освоить печать ptg пластиком получить нужные настройки для 3d принтера в автокад сделал соответствующую 3d модель для печати 3d модели отображается в правом нижнем углу этого клипа держатель хотенда состоит из трех деталей основания держателя индуктивного датчика и крепежного хомутика верхнюю часть располагающийся на перемещающиеся каретки оси x также планирую заменить на пластиковую в целях облегчения пластик то в два раза легче алюминия сейчас вы видите печать основания держателя хотенда для такой детали охлаждение не нужно поэтому моя витродуйка пока отключена а а и Субтитры сделал DimaTorzok В верхнем левом углу клипа вы видите печать держателя для индуктивного датчика. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Напечатанная деталь из ПВА-пластика легко снимается с основания. Много читал и видел в интернете про то, что стол 3D принтера должен быть из стекла или его надо мазать клеем или использовать еще какие-то хитрости. У меня стол без стекла. Все нормально. Снимаем со стола держатель индуктивного датчика. И как видим, все напечатано идеально. Держатель индуктивного датчика вставляется в специальные пазы основания держателя хот-энда. Начинаем печать держателя для катушки с пластиковой нитью. Держатель катушки состоит из двух деталей. Болта с резьбой и гайки. 3D модель держателя для катушки я скачал из интернета. Ссылка доступна для свободного скачивания и размещена в описании. При печати этой 3D модели я обратил внимание на то, что гайка оказалась пустотелой, а болт практически полностью заполнен филаментом. В настройках слайсера я поставил 80% заполнения. Сначала 3D модель из файла STL импортировал в программу Blender, а затем экспортировал в формат AutoCAD. В программе AutoCAD у меня не получилось преобразовать загруженную модель в 3D тело. Пришлось печатать 3D модель держателя катушки из готовых файлов STL, что из интернета. Продолжение следует... Для печати болта я включил охлаждение. Для того, чтобы показать, что работает охлаждение, я использую обычную шпийную нитку. Продолжение следует... Продолжение следует... Снимаем полученную деталь болта со стола. Снимаем полученную деталь болта. Снимаем полученную деталь болта. Для того, чтобы гайка идеально закручивалась на болт, пришлось немного поработать надфилем. Снимаем полученную деталь болта. В дальнейшем планирую использовать пластик ПТГ завода ФД Пласт. А вот таким способом будет использоваться держатель катушки. Снимаем полученную деталь болта. Это моя первая тестовая модель для печати из пластика ПТГ. Температура печати поставил 234 градуса. Температура стола 80 градусов. Толщина слоя 0,15, а заполнение модели 95%. Ретракт 1,5 мм при скорости 30 мм в секунду. Установил новый хот-энд. Ссылка для скачивания тестовой 3D модели также доступна в свободном доступе в сети. Продолжение следует... Деталь из пластика ПТГ также неплохо отстает от основания стола. Полученный результат говорит о том, что необходимо поднять температуру сопла, уменьшить скорость перемещения и увеличить величину ретракта. Продолжение следует... Продолжение следует...